привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас выпуск ужасов я вам буду рассказывать о том что бывает иногда неожиданно мы тонем и так давайте детали короче спустились на воду кстати слышите звук это работает bilge pump мы начинаем набирать воду начинаем набирать много воды вот работает сама помпа посмотрите сколько воды сюда течет и как быстро то есть вот она сработала вода ушла не знаю проходит там 15-20 секунд за этот период времени выкачивается наверное пару литров воды так вот это вся вода которая попадает в лодку снаружи я уже разобрал паёлы можно заодно посмотреть как это все устроено под келевые болты это держится киль bilge pump углубление здесь собирается вся вода методом пути пробы ошибок вот увидите там всякие полиэтиленовые пакеты которыми я затыкал вот эти переборки и смотрел что же собственно течет короче пробным путем я определил что течет вот где-то из середины вот этой переборки и вот этой то есть внутри отсюда то есть вода поступает где-то через вот эти вот все штуки вот что может течь могут течь сиклоки это не знаю дырки через которые вода набирается могут может течь cell drive может течь рада то есть что то что находится ниже уровня воды ну cell drive я думаю что не стоит рассматривать потому что слишком навороченная система и это будет жопа если он течет то есть нужно убрать наверное те проблемы которые возможно попроще разбираемся начинаем смотреть сиклоки так самая нижняя сиклоки это сиклоки забортной воды я их вот разобрал вы видите сколько здесь воды тоже то есть вода подтекает судя по всему в щели между корпус корпусе вот вот здесь вот или где то вот здесь вот и она течет туда вниз то есть я разобрался сиклоки подтянул вот видно как вот она брызжет вот то есть в принципе они нормальные я не думаю что там оттуда что-то вытекает потому что выглядит он достаточно нормально но я обнаружил две других проблемы то есть выкручивая сиклоки я их все-таки сломал но не те которые идут в дно слава богу расскажем вот идет сиклок кондиционера вот увидите здесь была такая такой фитинг короче он торчит на него одевается шланг то есть шланги раз вот шланг забора вот видите этот фитинг который отломан то есть соленая вода делает свое дело но это все не имеет значения потому что это опреснитель это кондиционер без этого я могу жить какое-то время пока не куплю просто фитинг в обычном строительном магазине его сюда не одену но тем не менее воды здесь достаточно много и если ее вымакивать все равно ничего толкового с этого не получается то есть вероятно течет либо через радар либо через сиклоки которые находятся в задних рундуках идемте смотреть так вот он задний рундук здесь у меня хранится обычно дизель немножко навел порядок заходим сюда и смотрим о боги посмотрите поток воды я подумал что текут вот и либо этот либо вот этот секок но внимательно посмотрев все оказывается не совсем так он дренажное отверстие через которое хрень отчет вода давайте смотреть куда ну дальше идет так лезем сюда очень удобное место смотрите течет тупо из-за борта то есть грубо говоря у нас вот этот вот сика флекс которым был прикреплен борта он прохудился возможно возможно из-за того что корпус широкий он играет его не делали цельным куском но тем не менее сути не меняет он вода которая плещет есть несколько вариантов решения этой проблемы первый вариант мы вынимаем опять лодку это такое достаточно тупое решение либо я поговорил с ребятами из бот ярда они сказали что они сейчас там смогут вот я сейчас эту штуку срежу они туда залезут зашлифуют вот эту вот всю часть вот это вот все срежут уберу вот видно когда сделано это все уберут и сделают новый слой и снаружи и изнутри но нужно сделать так чтобы вода в лодку не попадала для этого мы сейчас заправим полный бак в носу я наберу канистры с водой мы это все отнесем на нос загрузим нос и вытащим жопу из воды и уже на сухой заднице будем делать все манипуляции кабелч у нас продолжает адски работать моя задача чтобы не вынимать лодку опять на драйдог приподнять зад из воды то есть так как у нас лодка достаточно длинная мы будем загружать нос пока мы это делаем вот так наливаем воду везде в танки ну а потом будем сушить дизельные а что делать потом еще тузик положим сверху еще эти дожди вечные здесь какой-то кошмар что делаешь делаешь раз пять минут побежал там выключаться собираться потому что начинает лупить гадость короче задница лодки конечно вышла из-под воды вот внизу черного есть стык и вот этот стык должен быть над водой он периодически уходит под воду короче это не подходит потому что я не смогу заклеить мне нужно высушить обработать и стыка флексом туда все задуть поэтому я договорился стонет за 100 американских долларов они меня выдернут повесят ночь на кране и с утра скинут обратно я надеюсь что у меня все получится заклеить жесткий кабель причем именно сбоку будем швартоваться на боковом ветре о и и и и и а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, что же могло течь? Это весь борт Ну что, взял этот ядреный Sikaflex 5200? И залепил Вот он уже, ну, еще липнет чуть-чуть Но я его так отодвинул борт Напихал туда его много-много Короче, целый тюбик запихнул вот сюда вот, вот этот Ну, наверное, выживет Ну и сделал еще По краям Оставил засыхать, смотрим Ну что, поехали вниз на воду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, проверяем? Ну что, проверяем? Ну, давай! Ну что, ниоткуда не течет? Получилось! Ну что, друзья, вот мы скинулись на воду Я проверил, течи нету А теперь давайте разберемся в причинах Ну, причинах, на мой взгляд Итак, посмотрите на вот это фото Вы видите, как мы стояли на стапелях То есть, я думаю, я думаю Что вот эта задняя подпорка Которая давила на корпус Она и дала вот эти разрушения Которые мы имели с треснутым пластификатором Но, скорее всего Если бы это было просто первый раз То ничего страшного бы не произошло Я думаю, что какие-то разы Которых я уже не знаю Не обращал внимания Эта трещина там появилась И вода потихонечку сочилась А она сочилась Но просто в очень маленьких количествах Поэтому я даже течь не искал Ну, мало ли, там Сикокис за бортов набирает Откуда угодно Но Когда снизу на уже трещину Додавило ее еще своим весом Уже пошли такие разрушения Которые вот, собственно, вода И начала наливать в корпус Это мои мысли То есть, мне просто так кажется Поэтому причина, я думаю, в этом И вот сейчас я это все исправил Поэтому будет нормально Вынимают маленькие лодочки Друзья, это наше видео Подошло к концу Не забывайте проверить Подписаны ли вы на наш канал Капитан Герман Поставить лайк И до встречи в следующей серии Пока